Уважаемые друзья, всех приветствуем на канале Karate Best в эфире проект, который должен помочь вам в домашних условиях увеличить свои знания, умения и навыки минимум в три раза. Это проект Сила в клубе. Проект, который мы придумали в спортивном клубе фудо-джитсу и вот уже неделю успешно его реализуем. Темой сегодняшнего занятия будет работа над ошибками по результатам отсмотренных видео, которые вы присылаете нам. То есть мы поработаем над деталями и поговорим про удары учи, в частности уракен учи, как он выполняется во всех подробностях. Прежде чем мы начнем основную нашу часть, проведите разминку. Ссылки на уроки с разминками будут внизу под этим видео, поэтому заходите, дублируйте, разминайтесь, затем включайте это видео и будем продолжать с вами работу. Итак, вы присылаете видео, где показываете, как вы работаете в домашних условиях. Есть некоторые моменты, на которые особо нужно обратить внимание. Детали. Как я люблю говорить, в карате, карате очень простое, но при этом оно становится простым только в тот момент, когда мы уделяем массу внимания и основное свое внимание деталям. Какие это детали? Например, взять хотя бы положение кулака. Многие, особенно начинающие каратисты, каратеки, неправильно формируют ударную поверхность, не задумываясь о том, что им однажды придется бить по-настоящему. И в этот самый момент неправильно сформированный кулак, неотработанное положение кулака вам с вами сыграет злую шутку. Какое положение кулака неправильное? Посмотрите внимательно в этой проекции. Кулак не должен быть завален в сторону большого пальца или наоборот в сторону мизинца, когда мы бьем прямо. Кулак не должен быть завален вниз и не должен быть слишком поднят наверх. Есть простая формула, которой вам нужно придерживаться. Прямая линия кулака от косточки среднего пальца до запястья, прямая линия кулака, это продолжение прямой линии предплечья. Продолжение прямой линии предплечья. Обратите внимание, ваш кулак, точнее ваша рука, это как прямая линия. Видите, то есть мы его не заваливаем и не разворачиваем слишком сильно в стороны. Такое положение кулака с правильно зафиксированным запястьем позволит вам выполнять удары безопасно. То есть для себя вы не повредите запястье, не сломаете кулак. Это первое. Второе. Локоть не должен торчать в сторону. Многие из вас сейчас показывают на видео, как выполняют удар и начинают с локтя. Если вы помните, в первом видео, которое я показывал, как раз я обращал внимание на то, чтобы у вас именно локоть, локоть тянул за собой кулачок. И в обратную сторону, когда вы выполняете удар, кулак тянул за собой, локоть и только в самый последний момент поворачивался кулачок, поворачивался запястье. Не нужно вот так выполнять удар цуки. Обратили внимание? Следующий момент. Когда вы выполняете этот удар, все-таки обращаем внимание на положение рабочей руки, та, которая будет выполнять удар дзуки, над поясом. Это важно. Не под ним, а над поясом. Видите, да? И когда вы выполняете удар, полностью, полностью, обратите внимание, выдвигаем плечо вперед. Полностью. Тогда вся эта конструкция будет достаточно жесткой, и удар, который вы выполняете, будет действительно сокрушительным, действительно разящим. Давайте вместе со мной сделаем несколько движений, обращая внимание на эти детали в ударе дзуки. Чоку дзуки в данный момент. Реверсная рука вперед. Запястье прижимается к боку. Дзуки прямо. Полностью выдвинули плечо, проверили себя. Проверили, куда смотрит локоть. Локоть должен смотреть вниз. Проверили, как у вас соотносится кулак плюс предплечье. Выполнили второй удар. Ни. Таким же образом проверяем. Полностью выдвинуто плечо. Локоть смотрит вниз. Прямая линия кулака. Продолжение прямой линии предплечья. Сад. Ши. Го. Рок. Си. Каждый раз проверяем. Каждый раз проверяем. Ха. Ку. Дю. Стряхнули руками. Включите видео на паузу. И самостоятельно перед зеркалом повторите чоку-цуки. Удары на месте с акцентами на вот эти детали, которые мы сейчас разобрали. Выполнили. Двигаемся дальше. Важная деталь, которую почему-то многие упускают, особенно новички. Это взаимосвязь с дыханием. Взаимосвязь техники с дыханием. Сейчас мы выполним упражнение, которое позволит вам разобраться, как правильно выполнять выдох. Я люблю использовать образ бус. Бусы, которые носят ваши мамы, или подруги, или бабушки. Когда вы бусинки нанизаны на какую-то нитку. Бусинки в данном случае, в данном контексте, это техника. Это удары. Или блоки. Любая техника. А ниточка, на которую нанизаны эти бусы, это дыхание. И когда мы достаем эти бусы из шкатулки, сначала мы тянем за ниточку. И потом появляется первая бусинка, вторая, третья, десятая, двадцатая. И вот полностью вся нитка этих бус. Точно так же мы работаем и с дыханием. То есть, дыхание, ваш выдох, активная база, начинается чуть раньше, чем вы начинаете выполнять технику. Обратите внимание, ваш выдох должен быть неактивным. Ваш выдох выполняется и начинается с сжатием. С сжатием вот центральной части вашего корпуса. Куда относятся мышцы живота, подвздошная мышца, центр. То есть, когда мы выполняем выдох, я сейчас специально буду немного подзвучивать свою технику для того, чтобы вы уловили идею. Обратите внимание, начинается сжатие, сжатие, легкое, да? Мы как будто выдавливаем из себя воздух, как будто бы сжимаем резиновую игрушку, из которой вылетает этот воздух. Обратите внимание, я начал выдыхать чуть раньше, предваряя технику. И закончил выдох чуть позже, чуть позже. Это медленное исполнение. Еще раз посмотрите. Здесь в конечной фазе удара мы выполняем максимальную концентрацию. Мышцы напряжены. Вы дожимаете мышцы. И для того, чтобы сделать очередной вдох, нам нужно сделать что? Правильно, расслабить мышцы. Отпустить мышцы. И воздух зайдет вот ровно столько, сколько нужно вашему телу, вашему организму, для того, чтобы насытить его кислородом. Вот ровно столько воздуха зайдет. Да? Смотрите внимательно. Сжатие. Отпустили, расслабились, это вдох. И снова. Точно так же мы работаем и в комбинациях. Например, если мы задумали атаку из двух, трех, четырех или даже пяти действий, все эти действия, это будут теми самыми бусинками, которые нанизаны на нитку, на нитку дыхания. Например, два удара. Например, три удара. Выдох один, техники три. Сейчас я предлагаю вам в следующем режиме отработать буквально 20-30 ударов вместе со мной. Посмотрите. Выдох. Удар. Расслабление, вдох. Выдох два удара. Расслабление, отпускание, вдох. Выдох три удара. Расслабление, отпускание, вдох. И снова. Один удар. Два удара. Три удара. Каждый раз проверяя свои детали. Каждый раз обращая внимание на плечо, локоть, положение кулака, положение корпуса, ось, положение затылка, положение подбородка. Кстати, подбородок должен быть параллельно полу. Это освободит ваш воздуховод, он будет свободным, вы спокойно, свободно будете забирать столько воздуха, сколько вам нужно. Вообще идея дыхания такова. Когда спортсмен ведет, или боец ведет поединок, он затрачивает очень много энергии. И вы наверняка были в такой ситуации, когда пробежали какое-то расстояние, 100 метровочку, например, в хорошем таком темпе. И у вас как будто бы такой отжег легких. Так вот, такие ощущения нужно убрать. Их не должно быть. Дыхание свободное, дыхание из живота, выдох из живота, дыхание диафрагмальное. Это очень важно. И самое главное, спокойная, спокойная, сосредоточенная реакция на действия соперника. Спокойная реакция на свои действия. Это важно. Вратите внимание. И поехали, один удар. Чуть-чуть подзвучиваю, да, чтобы было понятно. Отпустили, расслабиваются. Набрали воздух. В живот набираем воздух, да. Два удара. Отпустили, расслабиваются. Три удара. Отпустили, расслабиваются. Сейчас включите на паузу это видео и проделайте это упражнение. Один удар, два удара, три удара. С подзвучкой, да, чуть-чуть горлом, голосом подзвучиваем свой выдох. И затем уже без подзвучки. Я хочу сказать, что вот такое подзвучивание своего дыхания, подзвучивание своей техники годится только на этапе отработки взаимосвязи дыхания и техники. Когда вы работаете на татаме, лучше все-таки быть таким более спокойным, тихим, бесшумным бойцом. И не выдавать своих намерений, в том числе и через дыхание. Все понятно? Двигаемся дальше. Я надеюсь, что всем понятно различие между ударами дзюки и учи. Если вдруг кому-то непонятно, давайте я объясню. Дзюки это удары проникающие. Или протыкающие. Направленные вперед. Учи относится к круговой технике. Учи ваза. Круговая техника. К ним мы относим, допустим, хайта. К ним мы относим шута учи. К ним мы относим уракен учи. К ним же мы относим тыцуэ учи. И ряд других ударов. Сегодня нас интересует именно уракен учи, как один из самых распространенных круговых ударов, которые используют и на соревнованиях, и, возможно, в поединках. Достаточно сказать, что в середине марта, когда мы участвовали в соревнованиях по сестилевому карате, удар уракен с разворота был, наверное, на втором месте после ударов Малаши Цзуки. И после ударов Уширо, и после ударов Майя Гири. Вот. Но среди ударов руками уракен учи с разворотов был, наверное, на втором месте. Поэтому это довольно распространенный удар. На что следует обратить внимание? Когда вы начинаете изучать или отрабатывать этот удар, а я вижу эту ошибку даже у мастеров, нужно правильно сформировать исходное положение, точку отсчета. Посмотрите внимательно. Помните, мы говорили с вами про пространственные маячки? Итак, у нас есть запястье. Точку на запястье со стороны большого пальца обозначили все. Пальцы показали. Эта точка уходит у нас на ключицу. На ключицу. Фактически вы закрываете челюсть, основание челюсти своим кулаком. Но пальцы развернуты наружу. Обратили внимание? Реверсная рука, реверсная рука уже направлена в центр. Посмотрите. Я вообще рекомендую реверсную руку не так разворачивать, а сразу приучать ее к такому движению, как, например, нагашенка. Да? Защитная техника. То есть мы сразу готовим предзащиту. Предзащиту. Об этом понятии мы поговорим в одном из следующих видео более подробно. Сейчас просто повторите. Итак, правильно сложили кулак. Запястье на ключицу. Кулачок наружу. Пальцы наружу. Локти сложены вместе. Локоть плюс локтевая отпадина. Рука на предзащиту. Здесь вы фактически максимально закрыты. Максимально. Нету дырок. Да? Это ваше положение исходное. Когда мы начинаем выполнять кулакин. Удар на отлаш. Да? Удар на отлаш. Мы вкручиваем кулачок. Посмотрите, как он действует. Видите? Раз. Два. Вот эта вкруточка дополнительная, которую мы делаем, дополнительно помогает вам усилить удар. Сделать его более резким. Более хлестким. То есть мы не просто долбим на отлаш. Вот. А мы выполняем еще и вкрутку. Вкрутку. Резкую вкрутку кулаком. Это важный момент. Сложили руки иич. Правильно сложили кулак. Рука на предзащиту. И выполняем уроке нучи. Реверсная рука уходит, соответственно, на бок. Снимаем. Ич. Обратите внимание, где у меня останавливается кулак. Я не задираю его высоко. Я не отвожу его слишком в сторону, чтобы не открывать свой корпус. Это уже положение кё. Не готовности. Положение, когда я не защищен. Не оставляю кулак здесь. Потому что цель моя впереди. Прямо перед собой. Очень удобно работать и отрабатывать урокен именно перед зеркалом. Когда вы становитесь и вы видите, куда летит ваш кулак. Хорошо было бы, если бы ваш кулачок работал на уровне вашей челюсти. Существует формула, которая определяет положение кулака по отношению к вашему телу. Формула очень простая. Взгляд над кулаком. Когда мы смотрим прямо. Даже когда мы выполняем удар цуки дзю дан. Обратите внимание. Я не бью выше своей головы. И не смотрю под кулаком. Вот, посмотрите. Я не бью в горло. Потому что это, да, мой взгляд над кулаком. Но это уже кинши. Это уже удар в запрещенную область. Я примерно ориентируюсь на удар в челюсть. Вот, в подбородок. Да? Это правильное положение. Урокен лучше тоже самое. Ич. И у меня взгляд над моим кулаком. То есть я не задираю высоко. Это важный момент. Давайте вместе сейчас выполним урокен лучше на разные руки. Смотрите еще раз. Рекомендую сразу же привязать свою технику к дыханию. И сбор. Проверили себя. Пошел выдох. Удар закончен. Концентрация выполнена. Дыхание еще чуть-чуть продолжается. На другую руку. Ич. Правильно развернули кулак пальцами наружу. Предзащита. Плечи не задираем. Да, важный момент. Когда выполняете урокен, плечи здесь ни при чем. Они создают лишнее напряжение, от которого мы должны избавиться. Чем ниже плечи, тем больше вы чувствуете себя спокойно, свободно, комфортно. Сбор. Дыхание. Удар. И сбор. Дыхание. Удар. И сбор. Дыхание. Удар. И сбор. Дыхание. Удар. И сбор. Дыхание. Удар. Включите видео на паузу и повторите самостоятельно урокенучи со всеми деталями, которые мы сейчас отработали. Если вы выполнили и у вас что-то не получается, обязательно пишите, задавайте вопросы под видео, задавайте вопросы своим сенсеям, отправляйте видео своих тренировок для того, чтобы мы смогли подкорректировать в онлайн режиме вашу технику. Я думаю, что нам это удастся вместе и, пожалуйста, не забывайте, что самостоятельные тренировки, онлайн тренировки рассчитаны в первую очередь на людей, которые считают себя дисциплинированными, которые считают себя в какой-то степени смелыми. Потому что для нас для всех это новый опыт, которые не считают себя ленивыми и которые умеют работать собрано, сконцентрированно, четко, внимательно, выслушивая своего учителя и в точности повторяя все его задания. Хорошо. Друзья, я на этом заканчиваю основную часть нашей тренировки. Надеюсь, она была для вас полезной. Самостоятельно выполните заминку, протяните крупные мышцы, то есть корпус, живот, боковые мышцы, руки, ноги, не спеша, плавно используя дыхание. Смысл заминки в том, чтобы успокоить свое тело после интенсивной тренировки. А именно интенсивная тренировка – залог вашего развития. Если вы помните, мы должны увеличить свою силу, увеличить свои знания, навыки, умения минимум в три раза за время карантина. Я передаю эстафету нашему замечательному тренеру Геннадию Михайловичу Голубчикову. Завтра он проведет для вас тренировку. А уже сегодня, параллельно с этим видео, выйдет первое видео по физподготовке. Это будет только физподготовка в этом же режиме с очень интересными, важными упражнениями, которые помогут вам увеличить свою силу. За эту рубрику у нас отвечает все тот же Геннадий Михайлович Голубчиков, поэтому я вам предлагаю поддержать его лайком, репостом, впрочем, как и любое другое наше видео. Расскажите об этом видео друзьям и не забывайте, что то место, где вы сейчас находитесь, а это дом, ваша квартира и есть лучшее место для тренировок. Всем спасибо, увидимся. Спасибо.